Может ли мужчина обойтись без женщины? Да легко. На самом деле, женщина нужна мужчине только для развлечения, но ведь мужчина может себя развлекать и каким-то другим, гораздо более интересным, чем общение с женщиной способом. И тут мне кто-то может возразить, ну а как же секс? Ведь мужчина не может обходиться без секса, а значит, женщина ему нужна постоянно. Но ведь мужчины, которые работают на вахтах, ездят в экспедиции или ходят в морские походы, вполне себе обходят себе женщин. А ведь есть еще более показательные случаи. Например, полярник Вячеслав Короткий уже 30 лет живет на метеостанции в Арктике один, без женщины. А афонский монах Михаил Талатос за 82 года ни разу не видел живую женщину вообще, только образ Богоматери на иконах. При этом Михаил Талатос умер в возрасте 82 года, а Вячеслав Короткий, дай бог ему здоровья, жив до сих пор, хотя уже 30 лет у него не было секса с женщиной. А вот много ли вы знаете женщин или чисто женских сообществ, которые бы в течение долгого времени могли существовать без мужчины? Даже в женских монастырях, где мужчин, казалось бы, не должно быть по определению, есть работники мужчины, которые, собственно говоря, и обеспечивают жизнедеятельность этих монастырей, потому что сами женщины этого сделать не могут. То есть мужчина сам по себе абсолютно самодостаточный, вполне может обойтись без женщины, а вот женщина без мужчины обойтись не может. Ну вот теперь ответьте на вопрос, кто кому больше нужен и кто должен диктовать условия в отношениях.